Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер, с вами Виталий Декабров. И сегодня я расскажу, почему же вянут листья на баклажанах. Присоединяйтесь! Очень много от вас приходит вопросов, дорогие наши телезрители, на тему того, почему же вянут листья на баклажанах. Давайте разберемся сегодня вместе с вами в этой проблеме. Увидание листьев на баклажанах можно встретить как на стадии рассады, так и уже на взрослых растениях. Если у вас такое произошло, то, скорее всего, это вертицеллезное увядание. Возбудитель грипп вертицилиум. Существует три формы этого заболевания. Отдельные участки листьев приобретают светло-зеленую окраску и постепенно теряют тургор. Пораженная ткань буреет, засыхает, листья опадают. Вторая форма. Растения постепенно увядают, но при этом не теряют окраски. Края их частично закручиваются вверх. И третья форма – это быстрая гибель растения. Листья при этом буреют и усыхают. Если сделать косой срез, то можно наблюдать побурение. Это признак нарушения обмена веществ и водообмена. Растения быстро теряют влагу, и восстановиться уже нет никаких возможностей. Вообще, конечно, если растения, ваши баклажаны, заболели этим неприятным заболеванием, то потери могут быть очень серьезные, вплоть до потери всех абсолютно растений – баклажаны. Поэтому первая рекомендация – это, конечно же, если вы увидели такое растение, то желательно его удалить с участка. Вообще, откуда может появиться вот такое заболевание? Ну, конечно, это и необработанные семена, и в почве может долгое время находиться этот гриб. Совершенно спокойно разносят эту напасть всевозможные вредители, грызуны, например. Ну, и также мы с вами вместе с какими-то саженцами можем заразить наш участок. Ну, и еще раз хочу напомнить, что это заболевание может настигнуть ваши растения как на стадии рассады, так и уже взрослые растения. Но есть и другая причина увядания листьев, не менее серьезная и опасная. Баклажаны начали активно цвести, появились завязи. Если в этот период у баклажанов начали вянуть и подсыхать листья, и напрочь отказываются восстанавливаться или делают это крайне медленно, еще и сбрасывают завязи, то это другой возбудитель – бактерия саланум мелангена. Симптомы вначале незаметны. Эта бактерия внедряется в корневую систему, в придаточные корешки, которые, собственно говоря, и кормят наши с вами растения. Возбудитель попадает в сосуды, происходит механическое повреждение, а еще и добивает наши растения токсинами своими. После повреждения растения не сразу теряют свою окраску, остаются еще зелеными, но через какое-то время внезапно увядают. И если вы разрежете стебель, то оттуда будет выделяться грязновато-молочная, вот такая вязкая жидкость. Ну а теперь давайте поговорим, как же бороться с этими напастями. Ну, первое, что нужно сделать, это, конечно, подбирать правильные гибриды, которые устойчивы к этим заболеваниям. Вот я раньше был уверен в том, что я сажаю очень классные гибриды, но после того, как в прошлом сезоне вырастил гибрид Андрюша, вот так он выглядит, понял, что не такие уж и классные гибриды я выращиваю. Ну, во-первых, этот гибрид очень урожайный и как раз-таки устойчив ко многим заболеваниям. Ну, многим знаком баклажан бибо белого цвета, с очень нежной кожурой и вкусной мякотью, похожий при приготовлении на грибы. И, кстати, тоже бибо устойчив к всевозможным заболеваниям. Вторая причина – это зараженные семена. Ну, конечно, семена, если они не обработаны производителем, а вот дорогие гибриды, они, скорее всего, производителями уже обеззаражены. Семена нужно обеззаразить. Ну, самый простой способ обеззараживания – это пустить семена в горячую воду. Температура должна быть 48-50 градусов, где-то на 20 минут. Ну, а затем сразу же опустить их в холодную воду. Ну, сейчас в магазинах продается масса препаратов для обеззараживания семян, некие протравители, так скажем. Поэтому можете смело приходить в магазин и просить продавца предоставить вам такие препараты. Что еще нужно обязательно сделать, чтобы ваши растения не заболели этими неприятными заболеваниями? Ну, конечно, обеззараживать до посадки, до посева семян грунт. Если вы сеете в торфяные таблетки, то здесь все просто. Вы их просто замачиваете в горячей воде, и все бактерии, грибы там гибнут, если, конечно, они там находились. Ну, вот если вы сеете в почвосмеси, то стоит обеззаразить почвосмесь за неделю до посева. Ну, это минимум. Ну, здесь вам в помощь придут биологические фунгициды, которыми стоит обрабатывать и почву, и растения в течение, собственно говоря, всего сезона. Раз в 7-10 дней обрабатывайте биологическими фунгицидами на основе бактерии Bacillus subtilis, это сенная палочка, и гриба Trichoderma. Чередуйте эти препараты, и, я вас уверяю, болезни будут обходить ваши растения стороной. Ну, и, конечно, дорогие друзья, соблюдайте севооборот, не сажайте баклажаны после таких культур, родственников, так скажем, как томаты, перцы, картофель, ведь у них абсолютно общие болезни и, кстати, вредители. Вот о вредителях тоже хотелось бы поподробней поговорить, ведь они зачастую являются разносчиками всевозможных болезней, поэтому профилактические обработки от вредителей просто необходимы. Здесь тоже вам на помощь придут биологические инсектициды. Однозначно также рекомендую выносить все растительные остатки с вашего участка, там тоже могут накапливаться всевозможные болячки. Ну и, конечно, боритесь, дорогие друзья, с сорняками. Они также могут быть носителями всевозможных заболеваний и, к тому же, вредителей. Очень полезно проводить вникорневые обработки специальными препаратами, стимуляторами роста. Они повышают иммунитет растений. А вы ведь уже наверняка все знаете, что сильное, здоровое, хорошо накормленное растение лучше сопротивляется всевозможным болезням и вредителям. Риск возникновения таких заболеваний может усилиться при изменении погодных условий. Ну, например, было прохладно и влажно, и тут резко становится жарко и сухо. Поэтому, дорогие друзья, я всегда рекомендую выращивать баклажаны именно в открытом грунте под белым нетканным материалом. Ставьте дуги, накрывайте материалом, особенно в первой половине вегетации. Там и образуется подходящий микроклимат, не происходит резких перепадов температуры. Ну, наверное, как вы уже успели догадаться, если подводить итог, то, конечно, лучше вот такие болезни предотвратить, чем потом лечить. Тем более, что зачастую вот вертицилиозное увядание, оно не поддается лечению. Если только какой-то жесткой химией, но зачем нам с вами это нужно? Ведь мы хотим выращивать экологически чистый урожай для себя и для своих близких. Поэтому профилактика, профилактика, еще раз профилактика. Ну и, конечно, хочу вам напомнить, что нужно уже сейчас запасаться семенами, их не так много. Поэтому заходите на сайт агрофирмы Партнер, там сейчас хороший выбор семян. Сеять баклажаны я по традиции буду в начале февраля. Все готово, у меня к новому дачному сезону. На этом все. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал «Семена Партнеры», если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами вместе работал Виталий Декобрев. Желаю здоровья вам и вашим растениям. До встречи!